Вера Казинец любит экстремальные виды спорта и не менее экстремальные идеи для сюжетов. Репортаж про воздушный шар вызвал Вере бурю эмоций. Я вижу свой дом, вон он, рядом с зеленой крышей. Но, к сожалению, вызвал бурю и в природе. С первого раза сюжет не сняли. В день съемок тоже было не все гладко. Корзина в момент приземления упала на бок. И журналист с оператором в буквальном смысле слова выкатились на землю с метровой высоты. Как ощущения? Классно, особенно посадка была четкая. Екатерине Богдан больше всего запомнился сюжет про певицу Вику Цыганову и ее полную тезку Вику Цыганову, сотрудника телекомпании «Целеникс». Катя долго прорабатывала встречу двух девушек. Все прошло гладко. Они мило пообщались. Каково же было удивление Екатерины, когда она просмотрела ценные кадры и увидела, что на самом интересном месте нет звуковой дорожки. Сюжет был на грани срыва. Восстанавливали звук как могли. Почти что по ролям озвучивали. Ульяна Сотникова любит съемки с большим количеством людей. Под Новый год она решила инсценировать резиденцию Санта-Клауса под Уссурийском. Санту нашла быстро, но вот парней на роли оленей было найти тяжело. Под Новый год Екатерине Гриб выпала участь сделать сюжет следового катка. Материал в стиле испытано на себе. Простое для большинства задание для Кати имело свои сложности. Встать на коньки ей предстояло первый раз в жизни. Кажется, что сегодня на улице не минус 23, как было утром, а, наверное, минус 40. О, собачий. Дебютное катание Екатерины было нарушено гневными криками директора катка. Оказалось, лед только залили и находиться на нем было нельзя. Редактор субтитров А.Семкин